всем привет я решил продолжить тему зарплат в германии частности в баварии в том регионе в котором я живу я вижу что эта тема заинтересовала многих потому что люди приезжающие сюда к примеру в качестве беженцев той же самой украины хотят приблизительно знать сколько они будут получать зарплаты если они пойдут допустим в логистику да вот как я уже говорил или пойдут к примеру куда нибудь другая в другую отрасль в те же самые гостиницы работать менеджерами или обслуживающим персоналом или еще куда поэтому сегодня я просто в этом видео хотел бы рассказать вам о зарплатах в магазинах в продуктовых магазинах буду рассматривать такие огромные магазины как допустим глобус реал допустим метро или кофланд значит я точно не знаю как там по каким сменам люди работают потому что 20 с лишним лет назад я проходил в одном из таких магазинов практику в логистике на складе и я видел что мне тогда вот люди работали две недели подряд две недели отдыхали какие смены они там работали я точно не знаю но они начинали уже 6 утра фигачить подготавливали свои отделы к рабочему дню и работали по моему по моему весь день я уже точно не помню но но значит тогда еще 20 с лишним лет назад в комнате отдыха в реале в магазине в где люди обедают завтракают просто перекуры устраивают висел плакат с расценками с тарифами их сотрудников какой сотрудник сколько может получать не именно по фамилиям кто из них сколько получает нет там висела расценка по отделам по специализациям так вот тогда еще была зарплата средняя зарплата 2 400 в месяц это грязными то есть получал человек на руки зависимости от налогового класса в зависимости от тарифной сетки он получал к примеру ну 1800 может быть 1700 с чем-то на руки чистыми так вот сегодня конечно спустя 20 с лишним лет ситуация изменилась скажем так в лучшую сторону потому что согласно вот это вот вернее не согласно а из-за последствий этой инфляции цены везде растут зарплата у людей повышается ну и сами тарифы у людей оплата их труда тоже повысилась еще до этой инфляции она повышалась так вот берем такие магазины как вот я вначале сказал реал кофланд глобус метро или возьмем обычный нормальный супермаркет лиду к примеру есть такое тоже да продавец простой продавец работающий в торговом зале в месяц получает чистыми на руки 2300 это чистыми на руки сколько они получают брута я не знаю продавец который работает и в зале и кассиром он получает приблизительно 2800 2900 на руки потому что тут все-таки ответственность он работает с финансами он работает на кассе нужно быть внимательным и приди предельно прилежным в отношении вот этих вот денег в отношении финансов далее менеджер филиала или как они называются управляющий филиалом получает 3 200 3 300 если же этот управляющий филиалом дополнительно еще работает как кассир то он получает премиальные премиальные вот тут я уже не знаю сколько они получают премиальные но те люди которые у них работают к примеру на складе это те же самые продавцы которые работают на раскладке в торговом зале то есть в этих магазинах нет такого понятия складское отделение это как вот допустим в молдавии было у нас были именно складские люди были именно сотрудники торгового зала складские к сотрудникам торгового зала не имели никакого отношения разве что только получали товар и отправляли его наверх здесь такого нет здесь сэкономили на вот этом вот отделение сотрудников склада этим занимаются работники торгового зала свободные продавцы которые находятся на раскладке товара на полке вот это касательно магазина лидл вот такие вот у них зарплаты чем выше по классу магазин чем дороже чем больше площадь занимаем занимаемых таких торговых рядов и так далее в магазине допустим глобус в москве такой магазин называется почему-то гипермаркетом но там привыкли называть такие вот вещи блин гигантскими наименованиями ради бога здесь это просто обычный магазин да там около 20 или 30 касс там огромнейшая территория вот к примеру ну примеру как вот от меня до того вот этого дома метров сколько там метров 150 будет до примерно вот такое расстояние от первой стены до последней стены и между этими стенами расположены все вот эти вот отделения в этом глобусе продавец в этом магазине получает две с половиной чистыми на руки этот начинающий продавец первогодка получает две с половиной на руки естественно там ответственность все-таки тоже необходимо иметь потому что если ты отвечаешь за какой-то отдел скажем так бытовой химии то там на тебя накладывается еще порядка хороших вот таких вот обязанностей следить за своим товаром что ушло что дозаказывать и так далее так далее ну все кто знают как работают продавцы они меня прекрасно поймут поэтому если к примеру вы хотите допустим устроиться здесь в магазин продавцом вот вам примерные расценки примерные ставки продавцов можно конечно вы в этих магазинах устраиваться и на полставки естественно полставки это по моему 80 или 96 часов в месяц у вас нет определенного времени когда вы можете приходить на работу когда нет то есть на полставки человек если он работает допустим в таком магазине ему раз в месяц выдают график и говорят что вот в эти дни приблизительно он должен работать но бывает такое что его могут попросить когда допустим завал или перед перед рождеством перед новым годом перед пасхой когда вот праздники идет сильный наплыв клиентов в магазин могут попросить выйти человека дополнительно эти часы ему не будут оплачены в этом месяце эти часы будут засчитаны ему уже за следующий месяц обмана в этом нет никакого потому что здесь настолько бюрократическая вот эта вот система сильно и мощно развита что обмануть своего сотрудника который переработал допустим один или два часа практически невозможно здесь все учитывается компьютером учитывается всеми вот эти вот машинами через которые проходят карты работников все идет тютелька в тютельку вот это касательно именно работы на полставки есть еще такое понятие как бы частичная занятость здесь называется просто базис что такое базис это деньги вам платят 520 евро в месяц не облагаемые налогом вообще в месяц вы обязаны отработать минимум 25 часов максимум по моему 30 или 32 что-то такое вам могут сказать что вы можете выйти к примеру 1 2 раза в неделю или допустим 3-4 часа в день или еще что-то но вы не превысите то определенное количество часов которые требуются по вашему рабочему контракту естественно за вот эту свою работу вы получаете вот эти пятьсот двадцать евро которые вам выплачивают сразу на счет оговариваясь второй раз они не не облагаются налогом это чистая деньга это базис некоторые люди ухитряются работать на двух даже на трех базисах чтобы хоть как-то вытянуть допустим оплату коммунальных услуг свою семью и так далее потому что ну не все могут найти хорошую стоящую работу здесь в германии особенно вот в баварии да я говорил вам что у нас тут очень много фирм я говорил вам что у нас тут есть завод бмв завод континенталь сименс инфинион потом я говорил тошиба я говорил про огромную контору вот эту комиссионную кунинагель вот здесь вот рядышком со мной напротив меня находится огромнейшая контора по грузоперевозкам шенкер потом даксер рядом находится фарма фирма называется на локсис на этой фирме сотрудники которые пакуют лекарственные препараты вот эти все эти упаковочки и так далее они получают очень хорошие зарплаты там именно вот занимаются логистикой сколько они получают в логистике я вам уже говорил об этом можете посмотреть предыдущие видео потом дальше у нас здесь вот за вот этими домами чуть дальше рядом с заводом бмв находится огромнейший завод кронос там производят различные вот эти вот поточные линии отправляет их по всему миру поточные линии для производства различных вот этих вот напитков на разлив и так далее там на этом кроносе вот что интересно на этом кроносе люди когда обучаются допустим студенты обучаются на сотрудников различных кто на конвейере стоять кто еще где они по первому году получают на руки по 2 500 по 2 700 уже после того когда они закончили обучение начали работать естественно там зарплата у них тоже повышается в зависимости от опыта работы в зависимости от скажем так выслуги лет зависимости от должности и тарифной сетки рядом с этим кроносом находится контора называется ст и они занимаются картоном эту фирму несколько лет назад перекупили америкосы у людей там зарплата по три по три с половиной тысячи евро в месяц люди работают в две смены но все довольны все кто попадают в эту фирму работать они ужасно довольны этой работой хотя в некоторых местах она действительно оказывается тяжелая мы не тяжелее чем у нас на работе я уже рассказывал о том какая у меня зарплата я рассказывал вам что мы делаем ну вот сейчас он говорю чтобы получать такую зарплату как у меня нужно официально мой рабочий день начинается в 7 часов заканчивается 15 минут 5 неофициально же я начинаю работать иногда или в 6 утра или в 10 15 минут 7 и работаю в лучшем случае если я работаю до четырех в худшем случае когда у нас наплыв вот когда сезон предрождественский сезон и так далее приходится работать иногда до пяти а то и до половины шестого вечера вот такая вот работа и сезон рождественский у нас начинается не вот как вот сейчас вот осенью нет у нас закупки товара подготовки к продажам и т.д. и т.д. начинаются в конце июня вот такие вот у нас условия труда ну что же вот так вот я вкратце просто про продовольствие магазины я хотел вам сказать какую там зарплату люди получают про вот этот кронос я сказал главное чтобы было желание у человека работать охота работать и не было боязни того что к примеру вот допустим опять же касается украинских беженцев живущих здесь в баварии неважно в каком городе неважно какой деревне если вы будете бояться разговаривать то вы никогда не научитесь говорить на этом языке не надо бояться даже если вы говорите на ломаном языке все равно вы разговариваете все равно вы научитесь грамматика придет со временем главное научиться развязывать язык. Ну и конечно же желание работать, потому что вот с 1 ноября этого года многим, очень многим украинским беженцам, живущим здесь на территории Германии просто-напросто предложили идти на языковые курсы. Пока бесплатные, а после курсов вам, господа, будут предлагать устраиваться на работу. Если вы будете отказываться от предложений, отказались один раз, вам срезали половину пособия, отказались второй раз, вам срезут еще. Откажетесь третий раз, ну что вы будете делать? Или вам придется возвращаться обратно на Украину, или вам придется искать другую страну, в которой, блин, вам будут давать пособия и дальше, только за то, что у вас красивые глазки, скажем так. То же самое касается всех вот этих вот африканских, юго-восточных и так далее мигрантов, которым с 1 ноября этого года вообще обрезали выплаты наличных денег. Им сейчас выдают обычную карточку на этой карточке на месяц в расчете определенная сумма денег, которую они могут потратить только на продукты питания. Они могут ходить только в те магазины, которые им предписаны и никуда более. Но не все мигранты, не все, потому что очень многих мигрантов сейчас уже взяли настолько жесткие рамки, что решение по отправке их обратно на родину, скажем так, принимают сегодня намного быстрее и намного легче, чем это было раньше. Потому что раньше эти мигранты ухитрялись найти через различных вот этих вот зеленых гринписовцев и так далее всякую вот эту вот ерунду, которая сердобольно к ним относится, но тоже сидит на социале. Помощь в виде адвокатов, прокуроров, которые стояли горой за этих мигрантов, говорили, что в Германии не хватает рабочих рук, в Германии нужны люди. Хорошо, если не хватает рабочих рук, какого хрена эти мигранты вот уже, мне считают, 9-10 лет сидят, нигде не работают. Поэтому сейчас именно вот жестко, если взять в рамки, то в Баварии с этими мигрантами начали сейчас разговаривать достаточно жестко, без всяких церемоний. В общем, вот такое у меня получилось видео. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. И, конечно же, касательно людей, просто так, пролетающих мимо моего канала, увидевших видео и попытавшихся меня втоптать в грязь. Прежде чем начинать кричать, что нихрена ты не знаешь о Германии, да кто ты там такой и так далее, сначала прошерстите информацию о том человека, с которого вы пытаетесь ахаять, а потом уже высказываете и думаете, а может быть стоит высказываться или стоит лучше промолчать. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok